фейк вот батюшки ваш любимый сорт пива сел взял пиво взял орешков думаю сейчас буду пробовать да под под бокс по моему ни разу в жизни пьяным не был по крайней мере я не помню у меня есть этот биометрический у меня есть этот как его загран паспорт на 10 лет который там тоже биометрический чип этот вставлен я попаду в ад не знаю попадете ли в ад но подкаблучники вы уже попали мы даем человеку православную веру младенцу он вырастает и потом решает оставаться ему православным или русским я например никогда никого не боялся а я ген кремля понял рука москвы и приветствуем вас дорогие братья и сестры очередной выпуск нашего спорного вопроса и я хочу начать его с поздравления дорогой отец геннадий у вас родилась уже вторая внучка поздравляю вас поздравляю назарой и марию родителей уже решили как назвать нет да мы решали еще это было решено уже только за беременели еще надо не знаю ну короче они говорили сами и я с этим очень соглашался у меня бабушка была с таким именем анна будет у нас а еще получается ее забирали в пятницу уже из роддома и в тот день анны новгородской как раз было 5 а еще один режиме да то есть как бы ну так что все совпадает у нас анна назаровна родилась хорошо родилась с хорошим весом три семьсот пятьдесят три сантиметра такая девочка такая ну крепкая крепкая да слава богу и что я уже говорил мы в стриме об этом говорили как раз нас на следующее не собирались совместный стрим осмысленно этого взгляд у нее был смотрел сейчас же хорошо же технология вот говорят плохо плохо мобилки тут же сразу и уже внучку и видела такое впечатление что она решала и думала чего я сюда пришла в этот мир так же было хорошо у мамы уютно все это сам чуя пришла такая недовольная изолятор такой вот ну ничего слава богу привыкает я правда еще ее в руках не держала не видел потому что когда забирали я служил у меня служба была вот как раз вот сегодня собираюсь пойти ее проведать подержать в руках заглянуть в глаза пообщаться немножко я хотел бы еще упомянуть как всегда отец альвян более оптимистичные вещи говорит я более такие так сказать у нас вчера была вторая годовщина свого вот я проповедь у меня там есть да по поводу того что народ все-таки почему-то я не увидел переполненные храмы вот чтобы молиться за победу молиться за упокой погибших и как раз совпало так что чтение было евангельское на служила же да иван исключение о том что о неправодном суде помните да спаситель что вдова взывала взывала к нему взывала что он уже сказал отцепись давайте его тебе уже вот на тебе все решение суда иди все в твою пользу и спаситель говорит если бы вы так вот если вот это судя так поступил неужели господь у вас не услышит и не сделает вам так все что вы просите а мы не просим вот чем вся проблема еще и богу риму то что ж такое почему так долго во первых зло она всегда очень долго попробуйте в себе побороть его сначала ну ладно давайте перейдем к новостям как раз она с немножко связано с этим стало известно о вручении еще одного уже четвертого по счету подозрения службы безопасности украины митрополиту черкасскому феодосию каноническому митрополиту черкасскому феодосию как наверно уже и наши зрители знают владыка был и под домашним арестом потом его вроде как перевели из круглосуточного домашнего ареста под ночной домашний арест и сейчас вот опять не дает он им покоя просто владыка во время проповеди сказал что раскольники захватили очередной храм рождества пресвятой богородицы к нереально захватили видео обошло все видели там людей травмировали захватили храм и владыка в этом сказал проповеди и от служба безопасности украина объявляет его распространение фейков и в попытке дискредитировать священнослужителей других конфессий имеется ввиду раскольническая православная церковь украины то есть если тебя бьют и ты скажешь что тебя бьют я еще предъявляет за то что ты фейк распространяешь да получается так то есть это насколько правосудие по европейски это не правосудие это вы понимаете королевство кривых зеркал вот украина сейчас я не я не хочу это не украина нет украина для меня слишком дорогое слово скажем так вот это украрейх это правильное слово украрейх это сейчас королевство кривых зеркал понимаете все видели все видели как нападали как избивали как это самое фейк и даже сами подсушники же все прекрасно узнают все все знают все все приходит ездят целые бригады по киевской области он или я читал только да вот там юрист один сказал что можно церковь не ходить вот сразу на этом фоне да надо сказать недавно один из юристов заявил украинских фамилия него гришачев что для того чтобы быть членом церковной общины чтобы решать что с церковью дело надо но там же как там члены общины определяет в какой канонической канонической или вне канонической структуре им быть и он сказал что для того чтобы быть членом церковной общины не обязательно ходить в храм то есть достаточно просто желать это сомнительный юрист во первых у него образование какое-то экономическое и по закону так на вот закона как раз гласит абсолютно обратное что руководствуется любая община уставом своим да есть устав и все уставе определено что те кто ходит исповедуешь и причащается находится каноническом послушании своему настоятелю да вот тут и все научи да а тут нет можно даже церковь не ходить они может быть завтра будут ходить и тогда но сегодня уже имеют право решать а если не будут ходить а не завтра какое не имеет право решать в общем они понимают церковь в церковь не входят ну потому что вот кодилок по никодилов зачем им вообще-то церковь они мало то они приехали в какой-то там село это с бряк это целая банда ездит их там с этим самым, вот по-моему с вот этим вот так называемым священником ПСУ, который крестился вот так вот, вот он с ними тоже ездит, да, и вот они отбирают храм за храмом, приехали в один городок, там два храма, собрали, то есть они приехали толпой, собрали несколько человек с этого городка, настоящих верующих не пускали, они это самое, принимают решение, все, мол, забрать эти два храма, тут один из этих местных активистов, а там есть еще один храм строится, его надо тоже забрать, у этих московских, а тот говорит, юрист, это же он строится на частной территории, как бы мы не имеем права, ничего, московская церковь заберем, что бы нет, ну давайте принимаем, и они голосуют, забирайте тот храм, то есть понимаете, частная собственность, то есть это вообще беспредел, беспредел, и никто, не, ну в принципе я и не удивлен, что никто не борется с этим, то есть как бы вот кроме нескольких человек, таких, как вот Владимир Феодосий, кстати, дело возбуждено было после общения его с председателем парламентской комиссии Великобритании по международным религиозным делам, что-то такое, вот приблизительно, вот такое у него, это самое, он с ней общался длительно, долго очень говорил, рассказывал о ситуации в УПЦ, и я так понял, что она его услышала, и тут сразу пришло СБУ делать обыск у него, и еще, ну, перед этим тоже, перед самым обыском общался с Амстердамом, этим юристом, который приехал, кстати, в Украину приехал юрист, тут у него тоже, как еще тюрьму не посадили, не знаю, но в принципе ему надо быстренько убегать, потому что он мог еще и посадить тюрьму, как этого журналиста чилийского, ну, американского, чилийского происхождения. Вот такие новости неутешительные, поэтому вот и идет борьба, понимаете, когда, вот я не знаю, для меня это было, я не могу жить в вот таком обществе, где вот так вот все происходит, в королевстве кривых зеркал жить я не могу, я привык смотреть в зеркало и видеть там, ну, нормальное отражение, да, а не вот это вот, поэтому я и считаю, что идет как раз вот борьба, одним из проявлений, временем этой борьбы идет выровнять зеркала, чтобы люди, и, кстати, когда говорят, что никогда не помирятся больше русские с украинцами, как только зеркала выровняются, народ увидит отображение реальное, и все. А что далеко ходить, вот к нам в гости сейчас Ставра приезжал, батюшка грузин, я его спрашиваю, а в Грузии грузины, ой, русские с украинцами конфликтует, говорит, нет, в один храм ходят спокойно, и все. Есть там две России и две Украины, говорит, что даже с Украины больше людей приехало в Грузии, которые за Путина, вот он говорил, чем русские, из России, потому что в России-то уезжали те, которые не согласны с формиризацией, а из Украины и те, кто хотели и по-европейски жить, и уехали в Европу, те, кто хотели по-православному жить, приехали в православную страну, и поэтому там вот такая вот интересная ситуация, так что помирятся наши народы, более чем. Да. Ну, а в свете этого переходим к следующей новости. Такая вот немножко не имеющая отношения к, вроде бы, да, к церкви, да, но тем не менее. Путин и зарубежные лидеры открыли игры будущего в Казани. Президент России Владимир Путин, лидеры зарубежных стран, провели церемонию открытия международного фиджетал-турнира игры будущего в Казани. Соревнования с сочетанием цифрового физического пространства будут проходить до 3 марта. Среди участников экспертсмены США, Китая, Германии, Великобритании и стран Балтии. Казалось бы, вот я сначала, когда эту новость услышал, ну, что будет такое, когда, ну, подумаешь, что это там какие-то, как всегда это самое. А потом немножко призадумался, когда вот эта новость постоянно передавалась и в новостях, и так далее, и вот я услышался, услышал, и думаю, это довольно-таки... Знаете, что меня в этом привлекло? Что это, казалось бы, да, вот эти игры... Ну, во-первых, то, что это происходит в России, в Казани. Россия является инициатором этого турнира, и много стран приехало принимать участие. Это к тем, кто говорит, что Vice Sweet's Nam'ы, да, в Украине. Не Vice Sweet's вами, все-таки приехали и сюда. Вот. А второе, вот, что это, казалось бы, киберспорт, да? Вот. Но, в чем изюминка этого турнира, что они не только в киберпространстве эти соревнования происходят, а и вживую после этого. То есть, если они играют там в киберпространстве в хоккей, то потом еще вживую. То есть, нет замены виртуального мира, да, человек... Вот это очень важно, мне кажется. Я не знаю, может, я, конечно, что-то сильно преувеличиваю, но мне кажется, вот именно важно, что они сделали не просто соревнования по киберспорту, а с 50 на 50. То есть, вживую часть обязательно должно быть присутствовать в этом. Мне кажется, это достойно. В этих играх будущего, почти как в Сочинской Олимпиаде, тогда, помните, не раскрылся один из цветков, в кольца не перерос. Тоже было открытие, и там люди танцевали с робособаками вот этими. И одна собака брык на боку упала и перестала танцевать. Ну, как всегда, что-то уже то самое. Да, ну, просто прикольно, мне напомнило, это Сочинскую Олимпиаду. Тем не менее, что я хочу сказать про игры и будущего, и вообще в целом про игры. В комментариях люди писали, у нас вообще-то СВО, сейчас не до игр, почему вот этим, лучше бы эти деньги там на фронт, на победу. Я понимаю переживания людей, но с другой стороны, мне кажется, что Россия просто вынуждена создавать сейчас уже альтернативные площадки, в том числе и для спортивных соревнований, потому что олимпийское движение, которое начиналось действительно как спортивное движение, начинает себя... Воины прекращались раньше. Да, полностью прекращает себя, полностью себя дискредитирует. Во-первых, политизация очень сильная, когда спортсменов наших просто пытаются раздавить. С другой стороны, вот эти гендерные эксперименты, когда мужик может заявить, что он женщина, и пойти вместе с женщиной поднимать штамм. Да, и потом выиграть у женщины, вот так вот. Да, играть у женщины, или там еще в боксе пойти и женщинам челюсти ломать. И поэтому нужно создавать альтернативное пространство, в том числе и для глобального спорта. И точно такое альтернативное пространство будет создано, потому что вот в этот сумасшедший дом весь мир не готов будет идти. Арабы не пойдут, своих женщин не пустят с мужиками драться, я думаю, там весь Восток. И рано или поздно будет создана альтернативная площадка с нормальным традиционным спортом. И если мы это не возглавим, возглавят другие. Китай, Индия, даже наши же партнеры те же самые. Поэтому, несмотря на то, что сейчас идет специальная военная операция, ну, хорошо, что и в спортивном мире страна пытается быть вот в авангарде традиционного и в том числе весьма технологичного спорта. Да, и тем, кто сейчас скажет, что вот попы топят за киберспорт, что такое и так далее, за это. Нет, просто, понимаете, я прекрасно понимаю, что от этого не избежать. Если киберспорт невозможно предотвратить, то лучше его возглавить и пойти в правильном направлении. И мне вот именно что импонирует, что не просто киберспорт, а это спорт и живой. То есть это очень классная придумка, классная идея. Я думаю, что вот так, вот так должен существовать и искусственный интеллект. То есть этот живой, да, и он рядышком с человеком, он помогает должен человеку, а не концентр. Заменять его. Да, поэтому мне кажется, что это даже символично в некоторой степени вот именно такая вот форма соревнований. Синодальная еврейско-благословская комиссия публично осудила новый католический документ, разрушающий так называемые благословения однополых пар. Под председательством митрополита Будапешкова, Евгерского и Ларьонова Фева в дистанционном формате составилось заседание Синодальной библейской богословской комиссии, на которой выпустил документ, в котором говорится, что католическая церковь отходит от норм общехристианской морали. В общем, это документ, критикующий решение католического предстоятеля Папы Римского. Ну, что сказать. Мне кажется, даже если бы не было такого документа с нашей стороны, для православного мира очевидно, что благословение однополых пар неприемлемо с точки зрения христианской этики. И последние консервативные католики Запада, я думаю, тоже видят, что католическая церковь ведет не тем путем. Хотя, честно говоря, она идет не тем путем уже тысячу лет. Это очередная стадия сумасшествия. Была инквизиция, было сжигание ведьм, было много чего веселого. Был период так называемой порнократии, когда правили любовники. Даже, говорят, женщина однажды была Папой. Это скорее всего нет. Вот это Папой Саиоанна, это скорее всего протестантская легенда. Очень древняя, но тем не менее легенда. Ну, а правда, что Бесла там протестантские байки на самом деле. я никогда не был на интронизации Папы, поэтому не могу сказать. Но, тем не менее, мы видим опять вот, католики идут в повестке вызова мира сего. Ну, мы об этом уже и говорили, да, в этом документе. Это мы об этом вспомнили, потому что вот наша комиссия отреагировала. Да, что комиссия отреагировала, потому что вот есть некоторые, так сказать, каналы, которые, ну, вроде бы, церковные, но что-то они так сильно уже себе заносят влево-право, которые вот, а, что-то не успел по прямской сайте сразу, а, почему РПЦ молчит, а, почему они не осуждают, а, вот они такие-сякие. Ну, есть такой организм у нас. Комиссия должна была прозаседать, разобрать, все подетально, рассмотреть вот эту энциклику, которая была. Прочитать ее хотя бы. Прочитать ее хотя бы, да, внимательно все сделать. И сейчас вот, пожалуйста, вот выдан документ, который осуждает это. Ну, не надо вот сейчас, сегодня, немедленно сейчас все взять и высказаться. Церковь немножко, так сказать, не, чем она отличается от политиков, она не, не, не колеблется, как ветер подул, она начинает колебаться. И она стоит устойчиво, и нужно все это, так сказать, выдать очень в такой форме взвешенной и понятной всем. Переходим к традиционной нашей тоже рубрике «Спорный вопрос». Вот в этой рубрике мы с вами обсуждаем наиболее, так сказать, нашумевшие, имеющие резонанс мои видео шорцы, под которыми наиболее, так сказать, пошумели по поводу какого-то из вопросов, которые там прозвучали. Ну, и один такой вопрос. Ну, здесь наш редактор начал сразу с комментариев. «Святые старцы говорили о том, что биометрический паспорт это бесовский документ, а вы призываете их брать. Из-за денег все батюшки с чего себе чипы на чело возьмете и скажете, что, мол, так можно. Есть официальное обращение Синода, в котором призывается бороться с биометрическими технологиями. Примерно такие комментарии люди писали под первым видео, в котором был вопрос о том, можно ли брать биометрический паспорт. Ну, во-первых, что, вот мне все, «Святые старцы, кто это? Да, желательно имена». Кто это «Святые старцы»? Если «Святые», то есть «Святые прославленные церковью», то они про биометрический паспорт ничего не знали, потому что еще об этом никто не говорил. Если это старцы какие-то, но не святые, да, то, пожалуйста, имена их, для того, чтобы мы, потому что, знаете, сколько… Это Рафаила Берестова старцем считается, сумасшедшим. Да, Берестов считается старцем, Адроник этот и так далее. Чихачевский там. Да, там что-то еще там себе напридумывали старцев много, да, вот в данный момент старцев такого уровня, как, допустим, Иоанн Христианкин, ну, я пока, по крайней мере, не знаю, да, ну, кроме Ильи, может быть, вот, и все. А так, такого уровня не знаю, которому ехали бы со всего мира за советом. А местные, местные старцы, и среди них очень много лжеств, как это, младостарцев, да, который человек, который духом еще, он явно не старец, и он начинает на чем-то хайповать. Вот, а, давай, это много ж, это благодарная публика, которая находит с этими паспортами, их много таких, люди, которые ищут не Христа, а Антихриста, им только дай, Антихристам, и они все, все побежали туда, а ты стоишь сзади, вот теперь ты, теперь старец, который с этим борется. Были, мы эти борьбы все проходили. Что такое биометрический паспорт? Это паспорт, на котором, по сути, небольшая флешка. Ну, флешка, это такие же биты, биты, ну, вы храните информацию на компьютерах, сидите в ютубе, вот, читайте наши комментарии, там, флешка, на которой ваш рост, вес, ну, веса даже нет, рост, форма лица, фотография ваша, там, трехмерная, и все, то есть, ну, я не пойму, в чем тут, вообще, кромола-то. То, что на флешке хранится ваша информация? Где там, 666 есть, наверное. Ну, Ну, найдут, не переживайте, блюзи. просто, самая проблема, в чем, я не пойму, то, что на флешке хранится, в паспорт вставлено, видите, из-за денег, вы все, батюшки, чего себе, чипы, значит, вы возьмете, скажите, что, мол, так можно. У меня есть этот, биометрический, ну, у меня есть этот, как его, загранпаспорт на 10 лет, который, там тоже биометрический чип, этот, вставлен, что такое чип, чип это маленькая флешка, все. Да, в котором какие-то данные есть, да, вы заходите в аэропорт, вы даете паспорт, они, таможенники сразу видят, что, кто вы, что вы, что вы не преступник, и так далее, и вас пропускают, вы идете дальше. И что в этом плохого? Понимаете, вот всю суть борьбы с Антихристом извратили, извратили, вот эти, так называемые, святые старцы, которых вы называете, которые вот перевернули все с ног на голову. Вы понимаете, что, каждую эпоху, ой, простите, вы понимаете, что число зверя на чело и на руку, это не будут ходить, тавро ставить клеймо, да, или чипы вам в лоб гонять, это вот ваши помыслы, и ваши действия, что вы делаете, у вас уже, у нас уже, у всех есть эти, мы сами уже давно их взяли, вот в чем вся проблема, а мы начинаем искать, а, паспорт, вот ИНН, ну, была же борьба с ИНН, ну, вот идет литургия, я тогда вспомню, идет литургия, как раз идет евхаритический канон, служит батюшка, я исповедовал, иду через храм, туда, к Алтуре, подходит бабушка ко мне, говорит, батюшка, областавите меня на суд, идти против ИНН, то есть оставляем, бросаем литургию, бережим нас, важное дело, на суд против ИНН, и что, и что с ИНН, иными этими, что о них уже забыли, где блюстители, притом это в каждую эпоху, во время императрицы Екатерины Второй ввели паспорта, там не было ни фотографии, ничего, ну, бумажка, где написано, что ты крестьянин, там, и номера не было, да, никакого? Ну, вообще ничего не было, там бумажка такая, с печатью, и то все, это печать Антихриста, тогда еще было, потом, в каждую эпоху, вот я еще застал, мой настоятель был, мы с ним служили в одном храме, батюшка, он рассказывал, что когда он провел электричество в храм, просто повесил электрическую дустру, которая сейчас в каждом храме есть, тоже староста, женщина там встала и сказала, что благодать ушла из этого храма, теперь тут другая энергия, и что в этот храм теперь больше нельзя ходить, и батюшка Антихриста, и так далее, просто провели электричество в храме. И так каждую эпоху находятся те, которые начинают возмущаться не из-за сути, а каких-то, ну, таких вот вещей, которые по сути, на суть, это автология, на суть христианства не влияют. Вот есть грех, осуждение, чревоугодие, празднословие, там, блудные помыслы, и так далее, вот это грехи, греха ИНН, нет такого греха. Ну, я говорил, когда-то привел такой пример, если бы преподобного Серфима Саровского там поймали, поставили ему число зверя, да, на чело и на руку, и что, вот этого он прекратил бы быть Серфимом Саровским? Да нет, живите, как Серфим Саровский, спасайтесь сами, и возле вас, после за тысячи, никакое паспора, число, ничего, кесарю, кесарева, богу, кесарев. Я помню, какая была война со штрих-кодами, просто вот черточки, вот эти, я помню, в монастырь жертвовали масло для лампад, и на каждой пачке одна наша благочетивая труженица вырезала все штрих-коды, изжигала их, так не надо было их вырезать, вообще не надо было брать ничего, жертву не брать, потому что там, это лукавство, взять и вырезать, нет, извините, это не избавишься от этого кода. Да, те ребеометрические паспорта, к стрих-кодам привыкли. Да, что-то еще будет, эта борьба, это поиск антихриста, он всегда продолжается, это отвлечение вас от молитвы. Тем не менее, вот кто-то поднимает вопрос, что и наш синод прокомментировал. Синод не было такого решения, что нужно бороться с этими самыми. кто-то пишет, что синод был. Вообще, речь идет о свободе выбора, то есть, если человек по каким-то причинам не хочет брать какие-то бумаги, электронные, то есть, в биометическом паспорте я ничего плохого не вижу. Но, с другой стороны, наверное, можно сказать о том, что в целом, технология, любое государство, в любую эпоху, пыталось контролировать своих граждан, как можно больше. С развитием технологий возможность контроля возрастает. Я думаю, что намного больше вас контролируют другие системы. Элементарно, умный город. Вас по веб-камерам, пройдись по Москве, твой каждый шаг с 30 ракурсов вам снимут и покажут, если вы совершили преступление. Государство контролирует все больше и больше. Ваш телефон, который вы добровольно носите с собой, раз уж вы пишете комментарии на ютубе, значит, вы им пользуетесь интернетом. Он о вас хранит информации больше, чем ваш биометрический паспорт. Да, да, да. Намного, в разы больше. Биометрический паспорт вам не предлагает рекламу. Да, да. Телефон сразу же. О чем вы переживаете? Вообще, все о вас знает, ваш телефон. И, конечно, если государство, ориентированное на свой народ, обладает этими технологиями, оно его использует во благо, чтобы найти преступника или еще что-то. Но если это государство, которое антинародное или западное какие-нибудь спецслужбы, могут американцы пытаться контролировать весь мир, то те же самые технологии, которые могут быть во благо, если они контролируются неблагочестимыми людьми, могут быть использованы и против общества. И да, в целом от этого глобального процесса контроля мы никуда не денемся. И поэтому наша задача делать так, чтобы у нас было здоровое государство. Ну, я не знаю. Так, во втором видео людей интересует вопрос, нужно ли брать благословение на четкие. Зрители где-то читали, что без благословения пользоваться нельзя, потому что можно возгордиться. Батюшка, а вы что ответили? Я сказал, что можно без благословения, конечно, можно пользоваться четким. Это, наверное, путает немножко разные вещи. Возгордиться можно даже от того, что ходишь в храм. Да, возгордиться можно от того, что ты красиво на клиросе поешь, от того, что ты хорошо читаешь на службе, от того, что ты знаешь благословия, от того, что ты православный, а не там человек другой веры, или там то, что ты не православный, кто-то может и этим возгордиться. Повода для гордости. Утром зеркало посмотрел, и возгордился. Да, но, наверное, речь идет скорее, когда святые отцы говорили о том, что нужно брать благословение, речь идет о непрестанной Иисусовой молитве, которая совершается круглосуточно. Если вы взяли четко прочитать по четкам 30 раз Иисусову молитву, помолиться или другую молитву, это одно. А другое дело, когда ты пытаешься створить умно-сердечную молитву, которую совершали афонские подвижники, видели нетварный божественный свет, тут просто есть опасность уйти в прелесть. В какой-то момент личную экзальтацию принять за дары Святого Духа. И поэтому, да, если уж берешься за такой путь непрестанной молитвы, то тут очень важно найти опытного поставника, который просто иногда тебя будет с неба на землю так дергать, говорит, брат, это у тебя сейчас не дары Святого Духа, а прелесть твоя элементарная, твоя фантазия и так далее. И вообще в молитве никогда не нужно гнаться за какими-то особыми состояниями, за какими-то особыми ощущениями. В молитве, если ты просишь у Бога, чтобы Он тебя помиловал, нужно думать именно о том, чтобы Бог тебя помиловал, а пока я не думаю. Что у тебя есть грехи, чтобы Бог их простил, а не о том, чтобы сейчас на тебя какие-то особые благостные чувства снизошли, ты увидел нетварный свет, почувствовал Святого Духа и так далее. Вот за этими ощущениями гнаться не надо. Об этом, кстати, святитель Игнатий Кавказский, наш Ставропольский святитель, бренчанина, очень много пишет. Да, я когда еще не был священником, но уже в церковь ходил, уже все, работал учителем в школе, мне купил четки, и вот я по дороге утром, поскольку поздно ложился, утром вскакиваешь, бегом бежишь на работу, утренней молитвы не почитал. И в кармане у меня четки, и я вот 40 раз очень нашу, там вот правила Серафима Саровска, но чтобы не избиваться, у меня четки, я раз-раз-раз, камешек за камешком, пожалуйста, сколько угодно, пользуйтесь этим и все. А вы видели, у мусульман сейчас модные, четкие, с электронным дисплеем, Кадыров ходит, он на палец надевается, прочитал молитву, кнопочку нажал, прочитал, кнопочку нажал, прочитал, кнопочку нажал, у мусульман это очень распространено. И там показывают 77, 78, 79. Вот, пожалуйста, видите, значит, даже когда Кадыров впервые с этой штукой стал ходить, в интернете стали писать, типа, Кадыров, наверное, болеет, у него какой-то приборчик измеряющий там. Не видел этого, ну, вот, видите, скоро будут, я думаю, писать, что это от антихриста и все прочее, то есть нельзя использовать электронные, хотя придет время, четок, если такие уже есть, то они скоро заполняются. Они выйдут в обиход, хотя классические четки, конечно. Чью веру должен принимать ребенок, отца или матери? Православную веру, ответил я. Да, под видео были такие комментарии, а можно, чтобы ребенок сам вырос и решил это, как уже вы надоели с этими, сам решил, ну, пусть нас решит, вот сейчас внучка родилась, пусть она вырастет и назовет, решит, как ее будут звать, да, и все прочее, вот, решит, наконец-то вопрос, кормить грудью ее или этим самыми смесями, пусть она сама, когда вырастет, решит, сейчас родителям решать эти вопросы, ну, и так далее. Я русский, жена мусульманка, дети мусульмане, я попаду в ад. Вот в этом вопросе у человека явно нет осознания того, что, вот он говорит, я русский, а жена мусульманка. Ребят, русский это национальность, а мусульманка это религия, русский может быть мусульманином, ну, всякие бывают русские, ну, не знаю, там. Чеченец может быть православный, татарин может быть православный, много, то есть, тут, тут говорит про теплое и про мягкое, да, как бы, про вещи разных категорий. Я не знаю, он русский... Наверное, он правильно написал, потому что, если бы он написал, я православный, он бы был не совсем точен, потому что так себе православный. Я русский, жена мусульманка, дети мусульмане, я попаду в ад, не знаю, попадете ли в ад, но под каблучники вы уже попали. Жена, хотя, может, это такой папа, знаете, как абсолютно начихать на детей, там, пусть жена чем-то занимается. Или совершенно наплевательски относящийся к вере. Да, то есть, абсолютно, то есть, как бы... Вера, это не бонус твоей национальной культуры, вера, это про истину. Вот как ты считаешь, кто такой Бог? Он троичен или не троичен? Что такое истина, в конце концов? Благословляет ли Бог многозонство или нет? Ну, мусульмане говорят, что Бог разрешает многозонство, христиане говорят, что нет, это они. И ответ вот нужно искать не в том, кто ты по нации, а того, что... Это как математика. Вот вне зависимости от того, там, грузин ты или там, армянин, 22 будет 4. Вот так и истина о Боге, она вне национальной. И надо найти именно истину. И мы, как православные люди, считаем, что это истина в православии. А ваши дети вне православия. Еще один комментарий к этому вопросу был. Если ребенок поймет, сколько вранья в православии, он имеет свободу выбора и может выбрать другую. Ну, это даже, знаете, такой... Это человек, который просто не знает православия. Да, даже не знаю. Это, знаете, что надо сказать, просто прохожим, ты дурак. Без аргументов, без ничего. Это просто какой-то там, нахамить в комментариях называется. Если бы он там что-то аргументировал как-то или еще что-то. Ну, обычно, я говорю, такое пишут люди, которые вообще не знакомы с православием. Просто вот они смотрят всяческие там, типа, Панасенковых и прочих таких, которые начинают говорить... Не знаю, кто такой Панасенков. Был такой, типа, историк о себе, он такой, историк такой, который атеист, очень оппозиционирует. И даже какое-то было в Ютубе видео, где он... Конечно, огорчаться мне или нет, но это прошло полностью мимо меня. Мимо вас, да. Вот видите, вот, я просто его знаю, поскольку я историк, да, и он там, у него исторические версии, всякие такие, очень... Ну, человек, знаете, как бы, а, история говорит, что Наполеона... А, не было Наполеона. А это все. Да, 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 и все, и пошел. То есть, не просто претензий к православию. Понимаете, как один наш знакомый блогер, который придумает что-то, да, потом подтягивает под это вот все вокруг себя находящееся. Да, поэтому... То есть, у этого Панасенкова проблемы, конфликт не только с православием, а вообще со здравым смыслом. С самим собой, да. Ну, тогда ладно. Вот, то есть, ну, как бы, вот, они говорят о православии, православие такое-сякое, то и то, 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 то. А человек сидит, слушает и говорит, точно, точно, и там вранья куча, все, давай. Ну, для того, чтобы так заявить, надо сначала изучить вопрос, да, а потом сказать, что вот... Потому что даже вот вступающие с нами в спор протестанты, ребята-мусульмане, да, начинают говорить, вас тот нет... А когда им начинаешь объяснять, они начинают задуматься, а как так, а почему, а да, а я этого не знал, а я этого не слышал. Поэтому, как бы, не нужно делать выводы по... Вот, правильно он говорит, ребенок вырастет и там решит, но для начала мы даем ему православие. Вот так, вот вырастет, изучит свою веру, а может что-то не устраивает, хотя обычно те, кто изучал подробно, он уже никуда не уходит. Потом начинает изучать другое, знаем таких, я знаю священников, которые прошлись по всему, восточные всякие философии, там протестантские, везде были, а потом пришли православие и стали священниками здесь. Вот, то есть, мы даем человеку православную веру, младенцу, он вырастает и потом решает, оставаться ему православным или русским. Или русским. Как этот человек, только сейчас начну, а что разве, сейчас начнутся комментарии. Не-не, я имею в виду тот русский, который в комментарии написал, я русский, жена мусульманка. То есть, понимаете, вот так, я считаю так. Ну, я думаю, вы со мной согласны. Да, так и нет. У вас не говорили, что Наполеон это... Не, я говорю, например, да. Я говорю, например, я говорю, что Георгий выносит ли самого Наполеона? Я говорю, например, я не сказал, что я... Да, да, все используют как бы примеры. Просто вот, например, человек решил, что Наполеона нет, и все, говорит, то есть, это все на хайпе, история на хайпе, и все, что у него на хайпе. Наша традиционная рубрика, где мы зачитываем самые интересные ваши комментарии. Так что, друзья, пишите комментарии. Может быть, что-нибудь интересное напишите, мы его тут зачитаем. По молодости праздновали 14 февраля, потом разобрались, что это да как, и перестали. Любить нужно каждый день, и слова любви нужно говорить каждый день. От себя добавлю аминь. Полностью согласен с этим комментарием. Мне, наверное, повезло больше, потому что меня сразу воспитывали в православной семье. В 6 лет я уже был панамарем в алтаре, и у меня не было периода в моей жизни, когда я праздновал бы 14 февраля. Мне сразу родители сказали, что это никакой не святой Валентин, и вообще про любовь это немножко про другое. У нас еще проще было в детстве. У нас было 23 февраля. А вы еще в советской детстве. Да, одноклассница, мне какой-то подарочек на парту, там, одноклассницы друг к другу, ну, парням. 8 марта наоборот. Притом, родители покупали, что есть, чтобы поклассить. У нас было 3 мальчика в классе, поэтому на 23 февраля. У нас почти поровно было, вот, и поэтому вот так вот. И все, и это было все без никаких этих... А тут еще на тебе, когда для меня 14-й. Да вы же что, ребята, сколько это подарков нужно? Ну, а потом, когда еще, знаете, обидно все-таки было, кому-то 15 Валентинок, а тебе не одной, да, или одна. Не, ну, дело не в этом, это просто шучу. Не, в Валентинке меня одноклассницы подкидывали. Подкидывали, да? И вы их потом сжигали, ритуал проводили, уничтожение... Я всегда, я вообще никогда не скрывал свою веру. Я всегда публично проводил на перемене такой вот... Забери ее назад. Не, я просто говорил, что я этот праздник не признаю и рассказывал, почему, что это никакой... Вы же скажете, что вы с Валентинками делали. Я не помню, если честно. Они куда-то, ну, как... Не, я их ритуально не уничтожал, как некое зло. Ну, где-то они там потом затерялись, куда-то делись. Ну, было понятно. Спасибо, Господи. Правильно, что отец Геннадий, отец Ольвян затрагивают тему политики. Ведь все это касается нашей страны. Посмотрите на Украину. С 2014 года происходит молчание ягнят, а результат страну продали, народ заканчивается. Батюшки говорят о проблемах нашего времени. Это означает, что они настоящие пастыри, а не наемники. Ну, в принципе, об этом мы уже говорили не раз. Да, действительно, если взять времена Екатерины, да, допустим, империатрицы. Кстати, сериал, только что прошел, посмотрели с матушкой его. Мне, знаете, как историку очень нравится, что сейчас пошли снимать исторические сериалы. И это действительно, народ должен знать свою историю. Так вот, если взять те времена, да, священник где-то служил в селе. Он не знал, что происходит не только в Петербурге и в Москве, а что в своем уезде происходит там. Потому что, ну, коммуникации не те были. Поэтому, да, действительно, тогда было много молитвенников, много это самое. Сейчас, в такие времена, что ты хочешь или не хочешь, информация лезет в любой дом. Прям вот не просто с телевизора, не просто с радиоточки. А даже вот ласточки возле окна летают, и новости тебе рассказывают. Поэтому невозможно не удержаться. И поэтому пастыри должны находиться здесь. Пастыри должны оберегать людей от лжи. А лжи предостаточно. Помните, да, вот мы вначале говорили о том, что вот фейк. Фейк владыка Феодосии распространял. Это же правда. Сколько бы церковь не пыталась дистанцироваться от политики, вот когда владыку Евгения депортировали из Эстонии, кто-то в комментариях написал, церковь старалась быть вне политики. Но политикам об этом забыли сказать. С владыкой Евгением действительно там не лез вообще ни в какие политические. Он даже за Россию-то не гитировал, он вообще за политику не говорил. Хотя я верю, что он искренний сын своей родины, России. Очень его уважаю. Владыку был моим ректором. Ну вот не он пришел в политику, так политика к нему пришла и сказала, иди отсюда. Это так всегда было. И поэтому церковь невозможна, чтобы существовала вне политических процессов. Потому что сами политические процессы лезут в церковные все это. Могу свидетельствовать про Владыку Евгения, потому что бытность нашего введения сайта церковное обозрение, которое было, мы выкладывали, мы мониторили и сайт эстонской Прославной Церкви, и сайт латвийской Прославной Церкви. Ну ничего такого вообще. Вот просто информативные сообщения. Прошел Синод, что-то еще, какие-то такие все. Ничего не было из того, что можно было назвать хоть капельку пропагандистским. То есть это было абсолютно аполитичное сайта. Проповедь это всегда про Евангелие, про святых отцов. Тем не менее, выдворили. Да, тут видимо следующий вопрос про Навального. Ну и сидел бы, да и сидел, гнобить не надо было. Батюшка, как не стыдно про таких говорят ни о чем. Он человек смелый, не сломленный. Про таких говорят герой. Не знаете, так и не церковнослужителям судить. Послушайте, что говорит про деньги ваш служитель башкирский. И это все чаще и чаще. Вывод, поклоняемся мамоне. Стыд-то какой. Всегда слушала, слушала лекции у Минского. Текст сам по себе такой немножко экспрессивный. Рваные фразы какие-то. Ну башкирский это, помните, был какой-то сумасшедший священник, молодой, недавно рукополосный. Видимо он имеется в виду, который проклинал своего архиерея за то, что тот поддерживает специальную военную операцию. Конечно, он уже имеет, он очень духовный вырос, уже имеет право проклинать кого-то там. Да, да. Последняя фотография у него, это с Хиротонин как раз там в ВКонтакте была. Он только-только рукоположенный. Ну про Навального чего сидел бы и сидел. Герой, ну какой герой, вы с меня простите. Знаете, да, он из Германии вернулся в Россию. Но я, если честно, не уверен, была ли у него альтернатива, потому что, когда он из Германии уезжал, он уезжал под внимательным присмотром немецкой полиции, которая его сопроводила. Посадила? Да, да. Перед этим рассказали, едь, тебя там, наверное, посадят, мы раскачаем весь мир и тебя освободим, и ты будешь президентом. Как украинцам сказали Зеленскому, ты давай воюй с Россией, мы тебе всем поможем, мы победим Россию вместе с тобой. Вот так само Навальному было объяснено, езжай, все будет там, все хорошо. На самом деле нужна была сакральная жертва. Да. Чтобы показать, что вот злой российский режим, значит, вот человека загнобил, а мы сейчас придем бороться. Им всегда нужна кровь, как на Майдане нужна была кровь, иначе бы он бы вот еще разошелся еще в ноябре. Тогда они же дети, как бы типа избили студентов, когда студентов там не было. Кровь пролилась, все, Майдан разросся, и потом опять Майдан уже должен был разойтись, ибо подписали договор с Януковичем, лидером оппозиции. Кровь на следующий день убили, все, расшатали ситуацию, все, провели переворот. То же самое сейчас цель и в России провести такое же самое. Зеленскому задача поставлена. Вот таким, как Навальный, извините, это орудие. Человек вроде бы и не глупый, но попав в эту вот, он уже не мог и вырваться. Вы правильно говорите, что полиция была привезена, и все это самое. То же самое же и в Грузии происходит. Там же этот Саакашвили сидит сейчас, которого тоже вернули в Грузию. И интересно, что я вчера был с грузинами общался, с нашими российскими грузинами местными. И вот в большинстве, практически все, кто были, нет никакой обиды, вот именно с теми, с кем я общался, никакой обиды на Россию. Хотя, казалось бы, Грузия признает Осетию и Абхазию частью Грузии. И они говорят, что, буквально, вот я цитирую одного из своих знакомых, они говорят, что воюет Америка против России, а Грузия и Украина – это поле битвы. Это, как он сказал, Грузия была своего рода полем Куликовым, вот дословно. И поэтому и Навальный-то, в принципе, он им сам, как человек-то, зачем он им нужен? Ему нужно вот. Да, да. Поэтому Навального, мы не хотим ничего плохого о нем сказать, мне просто его жалко, да и все. Человек попал не туда. Он был хорошим блогером, как блогер могу сказать. Он был хорошим, и он нужен. Он умел снимать контент. Умел снимать контент, да. Прекрасно умел. Но вот тот трагичный момент, когда он решил эту свою талант направить в русло политики, это было началом его конца. А по поводу вот этого я хочу сказать, что вот это же, так сказать, человек, я так понимаю, женщина, которая не может построить даже фразы так нормально, чтобы изложить свою, говорит, не церковно служителям судить. Понимаете? Да, надо отличать священнослужителям. Ну, это я... Не, какая разница священнослужителям? Причем здесь, а кому, а чем отличается отец Оливиан, имеющий высшее образование, или я два высших образования, светских и плюс это самое духовное, чем отличается от этой женщины, которая не может сформулировать? Она имеет право судить, что он герой. Да, а мы не имеем права высказать свое мнение. Мы граждане страны, кроме того, что мы являемся церковно служителями, да, мы есть гражданами страны и имеем свое мнение по поводу происходящего и имеем право высказать его точно так же, как и вы, дорогая. У нас права и обязанности одинаковы. Батюшка с лишним весом, не знаю его имени, на программу Соловьева надо, а здесь канал Акафист. Ну, зовут меня претерей Геннадий. У меня тоже лишний вес. Ну, я, наверное, у меня лишнее, чем у вас. Вас еще пригодится, у меня уже много лишних. Так, на программу Соловьева надо, а здесь канал Акафист. Да, здесь канал Акафист, который мой канал. Я ее как хочу, так и веду. Хочу... Ты назвал его Акафистом, даже, тебе дай. Да, 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 назвал его Акафистом, я, это мой канал. Вам-то какое делать? Не, ну, еще раз, мы сколько раз говорили, ну, если не нравится, ребята, ну, просто взял, посмотрел. Вот я никогда не страдал мазохизмом, да, когда заходишь на какой-то канал. Он тебе не нравится. Ты начинаешь комментарии писать, спорить с кем-то и так далее. Вернее, когда-то, может, это было еще в начале моих в социальных сетях. Потом я понял, что это бесполезное дело, с кем-то на эту тему спорить. Я просто почитал, а, ухожу, да и все. Ничего, нет смысла просто абсолютно. И, кстати, сегодня апостол об этом говорил, что не нужно вступать в эти самые прения с человеком, с которым нет возможности, да, то есть его переубедить. А зачем тогда? Вот как такие... Вот у меня есть один верный, преданный хейтер, который ведет свой телеграм-канал. Вот он зашел, посмотрел мое последнее видео с Машей в ютубе и написал вот такую простыню. Парень, ну не нравится тебе, ну не смотри, что ты мучаешься, мне тебя жалко просто. Мы о нем... Я ее тоже знаю? Да, да, да. Понятно. Он часто вас, так сказать, вспоминает. Ну вот человеку неравнодушный, вы понимаете. Ну бывает такое, что же сделаешь. Вот он и меня иногда вспоминает там с вами вместе. Да, да. Батюшки, ваш любимый сорт пива. Мы оба с отцом Геннадием не пьем пиво. Вот так вот совпало. Притом мы не создавали эту программу по категории «А, не пьющее пиво». Нет, ну вот так уже, так сказать, познакомишься, оказалось, что мы пиво не пьем. Притом вы пили пиво, да, в свое время? Я пил пиво, да, где-то до 10-го года. А потом был интересный момент. Меня как постригли в чечицы, я с тех пор хожу в подвязники. И был выпуск, мы заканчивали православный университет, нам вручили дипломы, что мы теперь имеем высшее образование церковное. И один из моих однокурсников предложил, типа, а пойдем попьем пиво. А там прямо напротив монастыря был какой-то, ну, такая пивнушка, прям вот, там алкаши любили собираться. И вот я представляю, что я сейчас приду в подвязники, буду сидеть вот вместе с этими людьми сомнительного контингента и так далее. Не то, чтобы я обрезговал, но просто понимал, что это порочит честь мундира, ну, в подвязники и так далее. Я говорю, братья, давайте без меня. Ну, почему я пойду вот в пивнушку там? И вот он говорит, а, все с тобой понятно, ты не с нами. Я был старостой курса, я был, у меня был красный диплом, и меня можно было попрекать в том, что я зазнался. Были основания для этого. А я не поэтому. Ну, тем более, я был единственный, ну, не единственный, но я был подстрижен в чеце, а они большинстве с вами не были подстрижены в чеце, у нас не было так вот этих подстрижений. Сказали бы, давайте несите в келью. Да, да, они такие, ну, все, все с тобой понятно, там, белая кость, голубая кровь, там, откалывать стали. Я думаю, чтобы мне каждый раз не объяснять людям, почему я не иду в очередной кабак, просто скажу себе, вот сейчас скажу, что я отныне и до века пива пить не буду. Чтобы не надо было каждый раз, а ты с тем пил, а со мной не пил, а в этих обстоятельствах пил. И все, и вот я тогда все-таки согласился, пошел этот кабак, чисто чтобы обиды не было, и сказал там, дорогие братья, вот сегодня я последний раз пью пиво, теперь я уже дипломированный выпускник богословского вуза, и с тех пор, вот как я окончил Парасан университет, я пиво ни разу не пробовал. Даже был в Баварии, даже там не пробовал. А я, ну вот такой я несчастный родился, что вообще пиво, ну просто не понимаю. Я, может, излишне гурман, да, вот я не понимаю его вкуса, мне, ну фу, ну вот не знаю. Я даже с тебя пробовал заставить, ну как так, все мужики пьют, я что, не мужик или что. В те времена, когда Клычко еще не поехал, так сказать, в политику, был, когда его любили все, да, когда он там бился за этот самый. Я тогда сдавал сессию в университете с сестры, которая погибла вот недавно от обстрелов. Сел, взял пиво, взял орешков, думаю, ну сейчас буду пробовать, да, под бокс, это самое. А Клычко раз в первом раунде вырубил своего, это самое, первым или втором, сразу практически, я не успел еще пиво это, и здесь не получилось. Клычко, ну вы, кажется, особо-то алкоголь вообще не пьете, да? Нет, в свое время алкоголь пил я нормально, скажем так, вот, то есть, ну, было всякое. Ну вот с 2012 года, когда я начал худеть, когда вот мне сказал врач, что у меня там толерантность к глюкозе есть, может вырасти, перерасти в сахарный диабет, а у нас как раз у матушки умерла была племянница, перед этим 25 лет, от сахарного диабета, притом перед этим уже плохо ходила, ослепла, ну, короче, я больше всего боюсь быть вот в таком состоянии, что не могу сам себя обойти, да, то есть, как бы, что, обузой не хочу быть никому, поэтому я тогда испугался, начал худеть, на 70-х годах похудел, а там сказали мне при похудении не пить алкоголь, ну, кроме сухого красного вина можно было. Ну, а сухое красное, ну, а смысл его пить, не пьянеешь, да, а зачем, тогда лучше водички попить, кофе, чай и так далее. Поэтому я тогда бросил пить, и до сегодняшнего дня практически... Не, а я люблю такое хорошее, дорогое, сухое красное вино, ну, как грузин, мне нельзя, нет. Но я тоже, я, по-моему, ни разу в жизни пьяным не был, по крайней мере, я не помню. Не, я еще по гражданской жизни был, и не раз, и все, и сейчас вспоминаю то состояние, как хорошо, когда, вот мужики, серьезно, как хорошо, когда не пьешь, утром просыпаешься, бодренький, никаких вот этих, голова были, что-то там, это самое, побежал туда. Я не знаю, что такое похмелье, я его не переживал ни разу в жизни. Я переживал, не советуем переживать, это такая, у меня еще, у меня был такой характер, что я никогда не похмелял, ну, старался не похмеляться, то есть иногда были ситуации, когда на свадьбе на второй день идешь, все равно похмелишься, да, вот, а вот когда вот так вот не похмеляться, это надо было часов до двух, до трех, дня до четырех перетерпеть вот эти вот все страдания. Мужики, лучше всего не пить, вот не пейте, даже пиво, ну, нет там ничего вкусного. Вообще есть, как бы, отношение церкви к алкоголю, оно изложено в Священном Писании, то есть, с одной стороны, апостол Павел в небольших количествах, но для здоровья, кому-то, апостолу Тимофею летит, я забыл, кому-то из апостолов советуют немножко вина, то есть, употреблять вино не запрещено, и Христос, и даже вещество для Таинства Евхалистии было выбрано вино. И в посту монахам типиконам даже предписывается. Но тот же апостол Павел говорит, не упивайтесь вином, в нем же есть блуд. То есть, упиваться грех, но полного запрета на алкоголь нет. Ну, лучше вообще не пить. Ну, просто это не ради запрета, а ради, потому что я себя чувствую прекрасно. Вот, сколько лет уже не пью, и чувствую себя отлично, каждое утро, все, совсем другая жизнь началась, скажем так. Расскажите о священниках России, которых посадили за мнение, отличное от Кремля. Ноль, стыдливо молчат, священники РПЦ ни о чем. Кого посадили за мнение, отличное от Кремля? По-моему, они все успешно переезжают в этот самый... Священника посадили за мнение, отличное от Кремля. Ну, разве что этого. Романова, так он и не из-за мнения от Кремля. Там реальный экстремизм был. Да, там реально захват был монастыря, скажем так, не ему принадлежащего. Все монастыри, все, так сказать, имущества епархий, да, в любом случае, как бы там ни было. Разве что Романов. Кого еще посадили? Они благополучно, вот те священники, которые мнение отличное от Кремля, благополучно переезжают к Ходорковскому, получают виллы, получают... О чем вы говорите? О ком сказать? Нас пришли те фамилии, мы поговорим о них. Имеется в виду, что вы все боитесь власть священника? Здесь нет, как же вы получите. Да, это понятно. Нет, вот здесь конкретно написано. Расскажите о священниках. Есть такие священники? Нет их вот именно. Нету таких священников? Да понятно. Оль, стыдливо молчат. О каких священников речь идет? Ну, про ваших священников, которые не сидят, они все стыдливо молчат, стыдливо посадили. Еще раз, можно я тоже вопрос прочитаю? Расскажите о священниках в России, которых посадили за мнение. Это он говорит, что их нет, таких людей нет, таких священников нет, потому что все дальше стыдливо молчат, стыдливо молчат, стыдливо такие, которые... За мнение отличная Кремля. То есть никто из священников не выступает против Кремля, потому что они боятся Кремля. А, то есть, я понял, что говорит Антон. Наоборот, попрекают. Человек недоволен тем, что нет таких священников. Которые против Кремля. Что их ноль, нет таких. Потому что вся РПЦ это ни о чем. Нет, то есть должны были быть священники, которые бы шли против власти, но таких священников нет. Ну почему нет? Ну вот же ж у Минский, например. Нет. Которые же вы посадили. Никого же не посадили. Просто их не сажают. Есть такие. Вот Пашкирский выступил там с активной критикой всего и вся. Кухта там и прочие. Ну, Кухта Беларусь, да? Их просто не сажают. Ну, выступил, выступил. Нет, в Беларуси там кого-то посадили. Кого-то посадили. Ну, за мнение отличное не от Кремля, а от Минска. Ну, не знаю, про Беларусь я не знаю, кого там посадили. Ну, вот здесь, да. Расскажите о священниках, которые посадили за мнение отличное от Кремля. Ноль, стыдливо молчат. Священники РПЦ ни о чем. Нет, честно, все боятся Кремля. И все стыдливо молчат, чтобы... Да не молчат. Так что бояться Кремля? Они говорят и уезжают. Что бояться Кремля? Ну вот я, например, никогда никого не боялся. Так ты агент Кремля, конечно. А, я агент Кремля, понял. Рука Москвы. У меня просто мнение не отличное от Кремля по поводу происходящих событий. Даже если какие-то законы или законопроекты у нас в стране появляются, которые нам кажутся не совсем правильные, мы об этом говорим. Прошлый выпуск, когда кто-то нам предложил разрешить посмертно вступать в брак. Это нормально, когда в стране есть конструктивная критика по делу, законопроектов, когда общество обсуждает это. Но когда просто люди воюют против России, ну это не про нас. Ну а если есть, и они наверняка есть, такие священники, которые там все против Кремля и так далее, и они молчат, какие претензии к нам? Ну если они молчат, ну да, ноль. Видите, сам комментарий, он как-то... Но с другой стороны, вы не понимаете немножко суть священников, да? Мы даем присягу, вступая. То есть я от много чего отказался в своей жизни, когда я шел в священники. Я там... Начальство мое там районное и областное, когда я заходил, они здоровили за мной за руку, потому что пришел в Кирь, лучше его не трогать, потому что сейчас развоняется на все это самое. Они меня боялись даже слегка, остерегались. Не боялись, остерегались. Вот. И тут мне нужно было приходить и вот епископ, все, что епископ сказал, принимать. И не спорить с ним, и не возмущаться, и не бунтовать. Много чего, да, таких... Я давал эту присягу. И если священоначальник говорит вот так вот, я, значит, должен следовать этому, потому что я такую присягу давал. И большинство священников давали... Ну, в смысле, все священники давали такую присягу. Поэтому и молчат. Честно говоря, сам комментарий написан... Ну, человек не старался о том, чтобы его было достаточно понятно. Его можно двояко понять, что ноль священников... Ну, да, я понял так, вы поняли? Да, тут непонятно. Тут, да, то есть за мнение отличное от Кремля ноль. То есть, с одной стороны можно понять так. Есть священники, которых посадили, за мнение отличное от Кремля. Мы их не рассказываем. Да, ноль. То есть, мы про ноль рассказали. Другая версия, как можно этот же комментарий понять, что никто из священников в Кремле не сидит за мнение отличное от Кремля. Таких священников ноль. Нам говорят рассказать, а типа нам не о ком рассказывать, потому что таких нет. Потому что все священники стыдливо молчат. То ли мы стыдливо молчим, и не рассказываем о сидящих. То ли все священники стыдливо молчат. Кто стыдливо молчит? Мы или кто на ком стоял? Ну, священникам лучше стыдливо молчать, чем бы стыдно кричать. Это как в собачьем сердце. Кто на ком стоял? Непонятно. Напишите по-русски, пожалуйста. Кто стыдливо молчит? Мы про священников, которые сидят? Или они молчат? Или все священники РПЦ стыдливо молчат, поэтому не сидят? Мне кажется, мы так ответили, что уже со всех сторон высветили. И стой, и стой, и стой. Вас попято даже и не вспомнит никто, это точно. А кто нам нужен, чтобы нас вспоминал? Ну, главное, чтобы книги жизни были записаны, и там Господь, когда страшный суд пребудет, чтобы нам вспомнили наши добрые дела. Пусть их будет и мало, которые мы сделали, да. Сколько бы мы их не сделали, чтобы они были вспомнили. Если вы думаете, что мы пытаемся гнаться за земной славой, за тем, чтобы нам потом помнили в веках, так это проще-проще. Помните, Герасрад сжег храм, да, и его до сих пор помнят. Ну, так и что, ну, давайте мы захочем... Как там Шапокляк пела, хорошими делами прославиться. Хорошими делами прославиться нельзя, поэтому, если бы мы хотели, чтобы нас вспомнили, и помнили долго, то мы бы что-то такое сотворили, чтобы, ого-го... Казацкий собор вспомнили, не дай бог. Тихо, а то нам не запретят здесь снимать. Скажут, ну их... Да, нет, нет, мы не собираемся ничего сжечь, ничего это самое. Пусть нас лучше не вспоминают. Да, мы не расстроимся. Не поминайте нас злым словом, лихим словом. Друзья, у меня к вам просьба. Тут у нас три рубрики, спорный вопрос, ваши комментарии и новости. Новости первое. Вот мне в последнее время даже больше нравится спорный вопрос. Есть о чем порассуждать, вроде бы тема такая интересная. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какая для вас любимая рубрика из трех. Спорный вопрос, ваши комментарии или новости. Ну, просто интересно. Подписывайтесь на канал отца Геннадия. А, да, мы ни разу уже не вспомнили об этом, не сказали. Там жизнь человека... Одно дело, знаете, когда просто говорящая голова, другое дело, когда ты уже чуть-чуть знаешь про человека, кто он, что он. Вот даже я узнал именно с вашего телеграм-канала о том, что у вас родилась внучка. Притом буквально родилась и буквально это было доли секунды, когда я уже сообщил. Нет, тут же сразу. Дедушка блогер говорила в семье. То есть еще, еще, еще только, да, то есть это было в реальном времени. Это не просто вечером где-то написал, что там это самое, а вот буквально в реальном времени. Да, блоги ведутся у нас с отцом Геннадием. У меня бывает такое, что я еду на машине. Вот буквально вчера мне захотелось написать пост про СВО, про взаимное доверие, про консолидацию общества. Я еду за рулем. И вот у меня это чувствую сейчас вдохновение. Я включил поворотник, припарковался, машину даже не заглушил, написал и дальше поехал. Так что там вот прям свежие эмоции в блогах, свежие события. Вот у отца Геннадия, например. Да, да, и отца Альвиана тоже мне нравится, что он практически все или просто свое мнение пишет полностью, или когда репост, то обязательно все равно свое мнение. То есть вот я, допустим, более в этом отношении бывает, так сказать, мне понравилось, я просто репостнул у себя и все. Отец Альвиан всегда добавляет свое мнение, всегда свой комментарий, добавляет то, что он думает по поводу того, что написано. Ну то есть всегда интересно читать его телеграм-канал. Спасибо, Господи, братец. До свидания. С Богом.